Внимательно ли мы к деталям? Сможем ли, закрыв глаза, детально описать комнату, в которой находимся, или наряд человека, что сидит рядом? Память – ключевой навык, необходимый актёру. Именно его участники лаборатории танца «Молодые люди с ОВЗ» развивают вместе с актёром Саровского драматического театра Павлом Козловым. В молодёжном центре стартовала лаборатория театра. Я сделал упор, знаете, наверное, на самые-самые базовые навыки, которые нам пригодятся в жизни. Это сценическая речь, чтобы они более чётко могли выражать свои мысли, свои желания. И много раз я слышал, и от них самих они жалуются на свою память. И, соответственно, мы постараемся её подтянуть максимально. Параллельно с азами сценического искусства молодые люди с ограниченными возможностями здоровья постигают и искусство танца. Артикуляционная и дыхательная гимнастика, управление мимикой, танцевальные па и ещё целый спектр упражнений им преподает руководитель студии спортивного бального танца ДЭКа Денис Брагин. Учиться петь участники будут в лаборатории вокала у Аллы Кругловой. Все эти еженедельные занятия в молодёжном центре проходят в рамках проекта «В ритме равных». Все педагоги с большим опытом, с большим стажем, с большим мастерством, со своими собственными методиками. И у ребят обязательно у наших всё получится. А проект, надо сказать, направлен прежде всего на социализацию и развитие творческих навыков, развитие и познание себя в творчестве молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, это участники клуба общения для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Лотос». В этом году проект «В ритме равных» стал победителем второго конкурса фонда президентских грантов. На поддержку претендовали более 11 тысяч общественных инициатив из 88 регионов страны. И только полторы тысячи получили грантовую поддержку. В рамках проекта впервые в Сарове планируют провести в апреле межрегиональный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодёжи с ОВЗ. Этот фестиваль у нас будет проходить четыре дня. Три дня будет очень насыщенно, будет очень много активности. И в том числе завершение фестиваля будет большой гал-концерт. И мы надеемся, что в этом концерте, возможно, примут ещё и участие какие-то эстрадные звёзды. Может быть, кто-то из команды Старко, которые к нам недавно приезжали. Мы им рассказали о нашем фестивале, и эта идея им очень понравилась. Проект открыт для новых участников. Подробности по телефону 99-112. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...